Человеку труда, земли, югорской славы. Творческий проект с таким названием посвящен юбилею нашего округа и рассказывает о любви к родному краю, о его людях. Масштабный проект, в центре которого концертная программа, инициирован Сургутским музыкально-драматическим театром. Стартовал он 10 декабря. Все ли получилось, где можно увидеть концерт и что ждет зрителей, расскажет Юлия Бабенышева. Объединить творческий потенциал учреждений в сфере искусства и поздравить с юбилеем автономный округ. Проект «Человеку труда, земли, югорской славы» посвятили 90-летию региона и людям, которые его создавали. Вживую показать округу вот этот замечательный потенциал тоже как результат творческих поисков, творческих свершений, творческих надежд. И сразу пришла мысль, и это еще объединить с биографиями тех людей, благодаря которым сегодня округ имеет вот такой, и регион имеет такое вот развитие, имеет такой потенциал, имеет такую значимость, имеет такую возможность надежды на сумасшедшее развитие будущего в нашем округе. Тамара Лычкатая, автор проекта, объединила творческий ресурс Сургутского музыкально-драматического театра, музыкального колледжа и детской хореографической школы номер один. На сцене более сотни человек – юные танцоры, музыканты, артисты драмы и балета. Над воплощением сценария трудились 30 преподавателей различных творческих дисциплин. Наши учащиеся дети, которые участвовали в проекте, они увидели профессиональную сцену, увидели профессиональное отношение к проекту творческому. И, естественно, глазки загорелись, естественно, появилась большая мотивация. Концертную программу должны были представить на лучших сценах Югры, провести по крупнейшим городам округа. Увы, пандемия коронавируса скорректировала планы. Мы очень переживали, как этот проект продолжится в дальнейшем, какие мы найдем новые формы. Потому что такие замечательные партнеры, как Сургутский музыкально-драматический театр и хореографическая школа, было бы очень жаль потерять. Потому что тот эффект, который дает общение, профессиональное общение детей, молодежи и уже профессиональных артистов и музыкантов, это тот неоценимый опыт, который ничем не заменишь для творческих людей. Выход нашелся. Концерт решили транслировать в видеозаписи. И организаторы даже отметили положительные стороны. Например, новый опыт выступлений. Они обещают, что зрителя ждут новые открытия и полное погружение в создаваемую атмосферу. Та скрипка, которая прозвучит у нас в концерте, ей цены нет. Та пианистка, которая сыграет Шопена, я клянусь вам, это достойно сцен любых концертных залов, любых мировых сцен. Это будет удивлением. Те коллективы музыкальные и хореографические, которые увидят зрителей, ну, они заставят их просто открыть рот. Премьерный онлайн-показ концерта, посвященного юбилею Югры, состоялся 10 декабря. Трансляция доступна для всех на сайте Сургутского музыкально-драматического театра, в их группе в соцсети ВКонтакте и на YouTube-канале. Юлия Бабенышева, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова